Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы сказать, то, что вы правильно сделали, что обратились на наш ресурс, правильно сделали, что написали свой вопрос. Дело в том, что проблема действительно серьезная, проблема действительно довольно-таки большая, и решать ее нужно вам постепенно, не торопясь, чтобы не наломать дров, не наделать ошибок и, собственно, постараться сохранить свой брак, свою семью, да, не потерять ее, и не оползнуть от себя жены, например. Первое, что мне хочется вам сказать, это то, что если вы будете продолжать действовать в таком ключе, то есть в ключе, когда вы вроде как мирите совсем, что делает ваша жена, но при этом иногда периодически даете ей какие-то вот, кстати, как, знаки, что вам не нравятся какие-то вещи, да, если вы их не делаете так, то это эффекта никакого не возимеет. Объективно, есть несколько вопросов, например, к вам. Первый вопрос. Почему вы живете вместе, а в Питерзен? Второй вопрос. Почему вы не разговариваете? Третий вопрос. А в какого момента все вот это вот, то, что с вами сейчас происходит, ну, говоря с вами, я имею в виду вашу семью в целом, так вот, в какого момента все вот это вот у вас началось? То есть, что, по сути дела, послужило точкой отсчета для такого вот отношения? Понимаете, ваша жена, она ведь, к сожалению, находится, ну, в своем праве. То есть, она может делать то, что она делает, она может действительно строить свою карьеру, она может действительно, там, общаться с людьми, с другими по телефону, в том числе и с мужчинами. И в этом вы формально ее ограничены, может, никак. Ну, и это было бы, наверное, неправильно, именно вот с точки зрения отношения к ней, потому что, я надеюсь, вы понимаете, что она очень болезненно реагирует на подобные заявления, например, относительно того, что она тут что-то не имеет права делать, да, и так далее. Но, смотрите, вы сами имеете такое же право, как и она, на определенные некоторые нюансы. Нюансы какого рода? Вы имеете право, ну, во-первых, спать со своей женой. То есть, вы имеете право задать ей вопрос, почему вы спите в разных комнатах? Всем обусловлено такое ее поведение. Вы ее муж, вы воспитываете общих детей, и вы целиком и полностью имеете право со своей женой спать. Но вы этого не делаете, она вам этого не дает. В каком моменте, кстати, вы стали спать порознь, тоже не очень понятно, вы об этом не говорите. Второй момент. Ну, можете сказать и о том, что вы хотели бы проводить с ней больше времени, хотели бы общаться, хотели бы, чтобы вам было что-то общее. Вот. А хотя бы в то время, когда вы вместе. И вот, если она не захочет с вами спать, вместе с вами, если она скажет вам о том, что, мол, я не хочу с тобой там спать, что мне там это неприятно или что-то еще, вот здесь вы имеете полное право сказать своей жене о том, что, прости, дорогая, но это как-то странно. Я твой муж, и я имею право на то, чтобы с тобой там проводить время, чтобы с тобой там как-то иметь интимные отношения, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это ваше право. И это обязанность, супруческая обязанность вашей жены спать с вами и проводить время с вами. Но если она этого не делает, значит, простите, она не хочет этого. А если она не хочет, значит, есть проблема. То есть вам нужно говорить о том, что вы хотите. Не почему она так себя ведет, не вникать в ее ситуацию, потому что действительно вы не можете снять наверняка. Но, тем не менее, тем не менее, вне зависимости от того, что заставляет ее так себя вести, вне зависимости от этого, вам нужно защищать свои интересы. А ваши интересы – это то, что вам получено по существу. И если она не захочет вам этого давать, то вы, соответственно, имеете полное право также не делать что-то для нее. То есть, например, если она не хочет с вами разговаривать, просто вот вы говорите мне, вы не разговариваете, да, но вы же имеете право мне поговорить. Вы же имеете право с ней чем-то поделиться, просто хотите, просто-напросто ее внимание. Если вы этого не получаете, значит, не сложно догадаться, что она вас ущемляет в ваших правах. Вы можете спросить, почему? Ну, ты не даешь мне то, что я хочу, то, на что я, то, в чем я нуждаюсь. Вот так. И в зависимости от того, что она вам ответит, вам же ей нужно делать выводы. То есть, что это будет? Либо это будут какие-то обмазки, да, какие-то отговорки, либо это будет, скажем, там, обещание и так далее. Если будет обещание, то есть, кажется, это временное, ну, тогда поверьте ей, например, одному или двум обещаниям, поверьте. А больше, скажите просто, ну, что это за дела, мы с тобой не спим, не разговариваем, я не чувствую, что ты моя жена. И, объективно, так, скажем ей о том, что детям нужна масса, что эти дети материнского внимания не получают, это на них сказывается, на их личности, на их развитии, там, и так далее. И вот еще вот это вам нужно своей супруге дать понять. И если она на сегодня дня реагирует правильно, если вы не сможете заострить ее внимание на ваших желаниях и на ваших проблемах, то это будет означать, что вы, как таковой, ее не очень волнуете. И тогда, понимаете, не имеет значения, есть у нее кто-то, нет у нее кого-то, встречается она с кем-то, не встречается она с кем-то. Понимаете, если ее вы не волнуете, то уже не важно, чем она занимается, важно то, что симпатии к вам и желание делать вас счастливым у нее нет. И тут уже вам решать, что делать. Либо вы предложите пожить отдельно тогда, потому что то, что сейчас происходит, это какое-то просто соседство, и вы не собираетесь терпеть это унижение для себя, по крайней мере. Либо вы как-то еще скажете о том, что, ну, прости, дорогая, ты мой сделать, если хочешь, но меня так не устраивает, и я не получаю того, что мне нужно, я не чувствую себя мужчиной, я не чувствую себя мужем, я не чувствую себя только сиделки с детьми. Да, я их люблю, но это не единственное, чем я могу заниматься, и это не единственное, чем я хочу заниматься. И дальше уже вам нужно быть просто-напросто по существу. Условно говоря, вам нужно заявить о своих желаниях. Просто тихо, спокойно сказать о том, что вот я понимаю, что у тебя есть работа, я понимаю, что у тебя есть дела, я понимаю, что ты занят, но заработать ты забываешь меня, заработать ты забываешь мои потребности, заработать ты, отделяясь вниманием наших детей и своего мужчины, то есть меня. И давай как-то подумаем так, чтобы мы с тобой проводили времени, чтобы больше места, чтобы не только ты получила то, что хочешь, но и я. Если она не хочет вам давать то, что вам нужно, то возникает вопрос «Почему?», и в зависимости от ответа вы устраиваешься дальнейшее будущее отношения. Потому что вас такое будущее объективно не устраивает. И вот вопросы о будущем как раз таки и определяют, что вас дальше ждет. Таким образом, вам нужно больше думать о себе здесь и заявлять о своих интересах. На это вы имеете полное право. Никаких претензий, никаких обвинений, никаких мировоучений, поучений делать ненужных. Просто, как бы, делайте акцент на том, что она может делать то, что хочет, она делает то, что хочет, но ваше желание никто не обминал. И вот тогда вам будет более проще найти к ней логейку. Также, если у вас была какая-то точка отсчета, после которой начались такие проблемы, ну, например, какая-то ссора, может быть, недопонимание, недомовка, какие-то трения и так далее. То есть, если было какое-то обстоятельство, вполне вероятно, что о нем вам нужно было поговорить. И о нем вам нужно завести разговор. То есть, как-то вот заново вернуть ее в то время. Еще раз это обсудить, может быть, остались какие-то обиды и непонимания с ее стороны к вам. В остальном могу сказать, что ситуация действительно подозрительная и очень неоднозначная. Если вы не будете ничего делать, то можете просто-напросто оказаться в не самом выгодном положении. и ситуация могу еще больше усугубиться, по крайней мере, для вас. На этом все. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам немножко. Если какие-то вопросы дополнительные остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Ждеваю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!